привет фотография с вами фотофантика сегодня мы поговорим о переделке такого достаточно редкого советского объектива как вега 3 полтинничек 2 и 8 на 50 ставился на камеры зенит 4 зенит 5 1 6 имел свой собственный байонет так называемый байонет c значит что мы имеем по самому объективу у него есть фокусер вот здесь он находится в данный экземпляр еще не перебирался не обслуживался не переделывался это вот исходный вариант его исполнения тут очень туго ходит смазка имеет весьма хитрую диафрагму и конструктивно и по внешнему виду но вот по итогам и закрывается в 5 в 5 грани пятиугольничек такой значит что мы имеем дальше связь с камерой осуществляется вот такими вот двумя поводочками один из них чуть легче ходит он управляет исключительно диафрагмы 2 ходит потуже он управляет и первым и диафрагмы тоже как это работало с камерой к сожалению рассказать вам не могу значит но при работе 2 полотка вот у нас еще есть такие ограничители зоны резкости которые указывают на соответствующем открытие диафрагмы место скажем так на фокусере на котором резкость еще будет вот ну и собственно перейдем сразу готовому экземпляру вот у нас уже адаптированная вега 3 вот тут вот кстати заметьте у них немножко разные титульнички видимо вот это экспортная это внутри страны выпускалась вот обе камзешная всем остальном в общем-то практически одинаковый да еще у них вот вот это вот колечко снимающийся день вот по трем винтикам она имела несколько вариантов исполнения значит что мы сделали здесь добавили управление диафрагмой здесь у нас отлично работает фокусер значит м42 задние части у нас зачернены там где нужны были вот это собственно весь ход геликоида мдф нее ментор примерно как и штатном исполнении значит на кольцо управление диафрагмы соответственно добавили шкалу управление диафрагмы шкала вырезана из колечко объектива индустар 26 или и 26 м вот диафрагма здесь должна закрываться до 22 колечко подошло идеально вот собственно наш значение 22 здесь и имеется вот но и всем же интересно что внутри объектива поэтому давайте его разберем значит хвостовик крепится у нас на вот три болтика которые были уже мною добавлены заново мы их выкручиваем секундочку и снимается задняя изготовленная заново часть что мы здесь видим две детали сам хвостовик и колечко управление диафрагмой вот там у нас болтик который собственно вот имеет у нас связь с объективом значит далее из двух поводков мы оставили только поводок управляющей диафрагмой в нем мы сделали вот такой запил под тот самый соответствующий болтик и вот оставили там пружинку зачем это сделано при наличии пружинки диафрагма реагирует на поводок непосредственно всегда в любом его положении если пружинку брать то там есть так называемая свободная хода люфты что ли вот пружинку поставили немного более ослаблено дабы она у нас не возвращала кольцо своим усилием вот значит изнутри собственно были удалены некоторые элементы которые оказались лишними и не позволили бы опять же сделать корректное управление диафрагмы вот а это именно были длины те самые ограничители зоны резкости ну вот как видите здесь где вот меточка где у нас фокус где меточка так сказать положение шкалы там вот пазики под них есть их самих уже нету к сожалению сохранить их не получилось потому что иначе бы диафрагма к всегда автоматом закрывалась там очень сильная пружинная механизм это так устроен что не позволяет сохранить их для работы объектива вот и покажу еще один такой момент значит титульное кольцо она у нас накручивается и фиксируется болтиком вот и собственно сейчас мы продемонстрируем что под ним важный момент для адаптации под ним у нас собственно вот такая конструкция позволяющая аристировать объектив мы имеем три болтика вот собственно кто гелиос и перебирал похожая очень история как с гелиосом то есть мы имеем кольцо самого геликоида вот она желтенького цвета который имеет связь через эти болтики с кольцом фокусера вот отпускаем болтики вернее выставляем бесконечность отпускаем болтики переворачиваем кольцо в положение бесконечности получаем бесконечность нужном месте вот ну и титульник собственно накручивается опять и фиксируется тем самым болтиком по тайном для его фиксации скажем так вот ну а на этом собственно по данному объективу наверное у нас все кстати да есть варианты сборки можно сразу целиком деталь одеть и потом уже попадать в дырочки вот в отверстие с резьбой можно по одной детали это все одевать разницы особо никакой нету болтики сделал с резьбой м2 чтобы прям прям по надежнее и затягивать их еще опять же нужно с определенной последовательностью там сам байонет как вызовите многоступенчатый ответ на хвост тоже вытащен многоступенчатый но при зажатии нужно именно распределять усилия по болтикам иначе возможен какой-то минимальный перекос вот ну собственно по итогу у нас у нас так диафрагма работает но опять же добавлю еще смазки под колечко чтобы она еще потуже ходила потому что даже слегка пружинка есть какое-то минимальное сопротивление иногда вот но смазку не добавлял специально чтобы снять вам видео чтобы разобрать показать все это вот да кстати показать здесь вот если мы выкрутим болтик этот болтик у нас отвечает за поводок управление диафрагмы непосредственно колечко просто накручивается по резьбе с шагом 075 вот и вот здесь опять в этой детальке в прорези мы видим поводок который у нас ходит возвращаем колечко на место соответствующее положение даем значит выступ подкрепление и дальше вот вторая схема собственно говоря сборки пытаемся в этом отверстие поймать вот это самое положение куда этот болтик нужно закрутить первый вариант сборки наверное все таки будет немножечко попроще чем второй когда обе детали с болтиком уже собрано мы просто одеваем с нужным положением болтика попал лично мою болтик и вот у нас все работает на этом собственно говоря по данному объективу все получается весьма такой компакт ники полотенечек даже вот давайте давайте его на зенит накрутим стандартных советский зеркальник вот и вот собственно говоря вот так он выглядит компактненько в то же время достаточно эстетично диафрагму управлять удобно фокусером тоже достаточно удобно вот ну а на этом у нас все подписываемся на канал ставим лайки нажимаем колокольчик переходим по ссылкам в описании в группу вк instagram пишем интересующие вас вопросики в instagram директ там удобнее всего нам с вами будет общаться всем шикарных кадров до свидания